Приветствую вас, друзья! С вами Верус, и сегодня Идол сразится сразу с тремя противниками, разными. А все эти противники ему уступают по здоровью значительно. У Бродячего Идола 16 тысяч, у Химринского самое большое количество практически 10, у Киротитана чуть меньше. Ну, любитель обнимашек здесь начинает сразу с объятий. Кстати, забавная анимация, когда он падает на голову, она у него отваливается, он на нее опирается и смотрит. Иротитан дольше всех идет, но к нему он тоже в объятия сразу бросается, там Идол. И с этой точки прям вот замечательно наблюдать за всеми тремя парами. Ну, давайте включу здоровье, чтобы видеть показатели. Некросфинкс, естественно, должен разрывать по логике, да? Все-таки вот он сейчас попозирует тут немножечко, покрасуется, сделает круг почета, выскажет неуважение к Идолу. Для него такие крупняки это хлеб, это его работа, он должен его уничтожать. Тем более, если он его не уничтожит, то он его подует. В принципе, под описание Кентегорского Молока он тоже попадает в этот Сфинкс, так что лучше бы ему справиться. Ну, с чем он в целом неплохо справляется. Но срабатывает первый уже эффект здесь, урон увеличивается Бродячего Идола. Некросфинкс не потерял много ХП, да и вряд ли много потеряет в будущем. Что касается здесь, то уже котенок, которого показывали, да, сравнивали. Когда был геймплей Идола и Сфинкса, он казался таким маленьким крошечным котенком, жалким и никчемным. На фоне этого великого и величайшего монстра Лизарда. Зеленоконник. Ну, там тоже непонятные создания, да. Здесь на равных боях идут. То есть, в целом, Идол даже вроде бы как одерживает верх на первых парах. И здесь это нам показано, что Идол одерживает верх. А вот Иротитан, так же, как и его Нейросфинкс, разносит Идола своими лазерными глазами. И он еще не использовал способности. То есть, в бою Иротитан не использует там, не вытягивает душу из Идола, не пытается кинуть в него свои шары божественные пару раз, которые он может запустить и потом еще и к себе обратно приделать. То есть, здесь уже тоже Идол проигрывает, несмотря на свои размеры, несмотря на свою стоимость. Потому что абсолютно все монстры Царей Гробниц дешевле Идола. Бродячий Идол тут просто проигрывает. И мы видим, что Нейросфинкс вообще его на голову разнес. Разнес так, что тут и камушек сейчас не останется на месте. Все переделает, все переиначит. При этом пока что Сфинкс сражается с Идолом на равную, ну а там Иротитан старается не отставать от своего большого собрата Сфинкса руки-ножницы. Однако тут исход битв. Это будет практически синхронно решиться. Здесь уже интриги нет. Здесь уже никакой интриги. Хоть пишут, что ничья для Идола, но эти все показатели это очень-очень относительно порой. Они могут скакать и неправильно показывать. Ну и Идол вообще здесь ничего не может против Царей Гробниц в данном случае. И остается лишь надежда на вот эту пару. Мы можем как раз этого угла видеть, что творится. На заднем фоне с Иротитана мы можем видеть, что здесь Сфинкс пытается доказать, что все-таки не в размере хастья. Важно умение как пользоваться своим размером, говорит Сфинкс, и практически начинает распадаться. Да, Цари Гробниц здесь не бегут, и это для них, наверное, плюс в данной ситуации. Вполне возможно, он бы побежал. И здесь абсолютный рандом. То есть здесь они реально сражаются на равных, и может победить как Идол, так и Сфинкс. Такое случалось. Ну а что случилось именно в этой паре, что случилось именно в этом тесте, сейчас увидите. Потому что бешенский бродячий Идол потерял 75% ХП. Его собрат там уже практически уничтожено бродячей статуей магической. Сфинкс собрался с духом, хоть и распадается помаленьку. Маленьку распадался, но решил уже собраться с духом и дать отпор. 2500, у Сфинкса 1000. И вроде бы, ну попади пару раз. Но он медлительный. И у него урон 1000. Залети ты хорошо. Ну да, там броня, там защита, там все вот эти показатели сработают. Но вот чего не хватило Идолу? Это не сломленности. То есть, в принципе, у него были шансы. У него были хорошие шансы. Но он не смог попасть ни разу вот в этот финальный отрезок. Так и оставив в химрийском боевом Сфинксу 1000 ДП. Да, на него здесь действует мораль в плане того, что стреляют еще. А это очень сильно влияет. То, что погиб его собрат, здесь не сказывалось. Это было далеко. И там я следил, когда бой был. Не отображалось, что он там паникует. Или еще что-то. В этом плане ничего не менялось. Но Ир Титан, мы видели, у него тоже осталось достаточно много ХП. И он разнес этого малыша. Потому что, в принципе... Так-то не буду спойлерить, что у нас приключилось и случилось в предыдущем тесте против жуткого Завра. Но пока смотрится он не уверенно. Против пехоты это его. Там как раз-таки и объятия. Там всех он может успеть объять и... Показать свою любовь. А тут... Тут же ему, в принципе... Даже более дешевые цари гробниц не дали шансов. Тут, возможно, он в ближнем бою только... Костяному луку смог бы настучать по его луку. Может и стоило взять его четвертым, да? Чтоб хоть где-то отыгрался. Но это тоже совсем другая история. С вами был Верус. Всем добра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok